Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите видео-релиз новостей Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Берлинская транспортная выставка «Инотранс» в этом году представила огромное число инновационных технологий со всего мира. Специалисты в области транспорта приехали поделиться своим видением будущего и познакомиться с тем, как его представляют другие. За прошедшие два года струнный транспорт из детально проработанного концепта превратился в рабочую транспортную систему. Оцениваем, как сильно изменился проект Skyway за это время и какие новинки готовы к выходу на рынок уже сегодня. Одна из главных проблем Дальневосточного региона России заключается в неразвитой или устаревшей транспортной инфраструктуре. Skyway предлагает для нее выгодное и эффективное решение. «Инотранс-2018» обозначил актуальные тенденции транспортной отрасли. Проекты наших конкурентов позволяют спрогнозировать развитие рынка в ближайшем будущем и продумать собственные шаги к развитию. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. На выставке «Инотранс» в Берлине гиганты вроде Сименс, Хитачи и Альстон демонстрировали лучшее из того, что создано ими и присматривались к новинкам конкурентов. Сегодня речь идет уже не просто о поездах и железных дорогах. Все стремятся предлагать максимально широкий комплекс услуг, включая системы управления, сбора и анализа данных, всевозможные дополнительные сервисы учета, контроль, оптимизация и многое другое. Отметим, что SkyWay полностью разделяет ценности других участников рынка. Интермодальность, диджитализация, автоматизация и клиентоориентированность прописаны в философии струнного транспорта с самого начала. SkyWay, как и другие компании, предлагает не просто подвижной состав или дороги, но весь комплекс услуг, позволяющих сопроводить пассажира от точки отправления до точки прибытия с максимальным комфортом. И все же стоит отметить, что стенд SkyWay отличался от всего, что было представлено на выставке, в то время как остальные заняты оптимизацией общеизвестных транспортных средств, на нашем стенде было представлено принципиально новое решение. На нашем сайте вы можете посмотреть интервью с начальником управления подвижного состава Андреем Зайцевым. Он, как никто другой, знает высокоскоростной юнибус. Подробное интервью с Андреем Зайцем, а также другие детали, представленные на трансе новинок, вы можете познакомиться на нашем сайте. Международная выставка «Инотранс» служит символической линейкой, по которой год за год и можно отмечать рост проекта SkyWay, точно так же, как родители отмечают рост ребенка на дверном косяке. Как и в первый раз, в этом году к стенду проекта было приковано пристальное внимание, но разница между двумя выставками бросилась в глаза. Юнибайк и юнибус, презентованные в 2016 году, успели получить сертификат и соответствие. К ним прибавился юникар, который показал ли европейской публике в этом году. Таким образом, к выставке в этом году у компании были уже не только прототипы, но и проверенные машины, успевшие перевезти тысячи первых пассажиров. Главным элементом выставочной программы «Инотранс» в 2018 стал высокоскоростной юнибус. Работа над ним велась уже давно в условиях полной секретности. С помощью этой новинки струнный транспорт откроет для себя новый рынок и получит возможность создавать универсальные транспортные системы, подходящие как для городских, так и для междугородных перевозок. Подробнее познакомиться с успехами SkyWay за последние два года вы можете в статье на нашем сайте. Дальний Восток в последние годы находится под пристальным вниманием руководства России. Это подтверждает и недавний визит президента Владимира Путина в Владивосток во время Восточного экономического форума и отдельная программа развития, утвержденная там же, и появление крупных инвестиционных проектов в регионе. Одна из важнейших проблем региона, о которой говорят эксперты, неразвитая или устаревшая транспортная инфраструктура. Текущее положение мешает сельхозпроизводителям Дальнего Востока наращивать экспорт продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. SkyWay подготовила свое решение этой проблемы. О нем можно прочитать в выпуске «Аргументы и факты. Деловая среда. Дальний Восток». Полную версию статьи вы можете найти на нашем сайте. В 2018 году крупнейшая всемирная выставка транспортных технологий зарегистрировала рекордное количество участников и гостей, продемонстрировала 400 инноваций и 155 мировых премьер. Она привлекла 160 тысяч посетителей из 110 стран и 25 деловых делегаций из 18 государств. Представители компании-разработчиков SkyWay посетили стенды компаний, работающих в сегменте перспективных транспортных разработок. Результаты проведенного анализа показали, что лидеры отрасли собираются и дальше оттачивать существующие концепции, улучшая аспекты работы классических поездов и автобусов. С другой стороны, интерес к струнному транспорту был ощутимым. В гостях побывали почти все крупнейшие игроки. У SkyWay на выставке был один из самых ярких стендов. Все-таки высокоскоростной транспорт такого формата редкость, тем более с такими рекордными показателями. Максимальная скорость 500 км в час, при этом расход топлива на этой скорости 0,93 кг на 100 пассажирокилометров. Узнать другие подробности прошедшей выставки вы можете в разделе новостей на нашем сайте и личном кабинете SkyWay Capital. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналов, присоединяйтесь к нам в группах в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok